МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши телекафе Держи Краба открывает свои двери для всех гостей. Здесь сахалинский шеф-повара будут делиться своими рецептами, а гости смогут попробовать каждое блюдо. В сегодняшнем выпуске готовим новогу со свекольным пюре, варим соус из крабовых панцирей соус бист и фаршируем блинчики лососем. Будет вкусно! Встречайте, наш повар Валерий Ковалев! Здравствуйте, уважаемые гости нашего телекафе Держи Краба. Я вам сегодня расскажу о том, как на домашней кухне можно приготовить блюда уровня ресторана. С нами готовить легко, и я вас научу готовить сегодня вкусно, качественно и красиво. Основных были три продукта. Это будет свекла, навага и краб. Мы будем готовить навагу, запеченную под соусом кирияки, с свекольным пюре и трюфельным кремом. Вот она наша наважка. Я ее уже немножко заранее подготовил. Сахалинцы, наверное, знают, лучше убирать голову, вынимать внутренности, когда она немножко подмороженная, потому что рыба скользкая. И просто вот по хребту, по самому позвоночнику, то есть мы пошли вот так вот по косточке ее разделывать. У меня остается хвостик, да, и здесь у меня остался хвостик. Я просто вот так вот сделал. Раз, и у меня вот это вот осталось в руке. Я это дело убираю, выворачиваю, и у меня вот он, этот же хвостик остается. Зайдя немножко наперед, у нас будет небольшой аперитивчик, и я вас угощу блинчиками с лососем. Теперь мы будем мариновать рыбку. 15-20 минут ей предостаточно. Здесь у нас будет соль, перчик, соус кирияки и растительное масло. Рыбку я вот мариную. Все, соус она взяла. Теперь я добавляю масло. Красота получается. Запеченный продукт, он не так вреден, как жареный. А здесь более такой полезный, более щадящий рецепт. Так, все, рыбку я замариновал. Маслом я противень ничего не смазываю. Я ее просто потом отправлю в печечку. И почему выбрали мы свеклу? Свекла сочетается с рыбой, с любой. С навагой на самом деле я ее первый раз вот сочетаю пробовать. С семгой, с лососем. Ну, в любом виде. В салате. Свекла прям хорошее дополнение. Мы приступаем с вами к свекольному пюре, да? Я беру тмин, я беру свеклу. Я добавляю туда свежего тимьянчика. Я туда обязательно добавляю чесночка. Одно время я делал ее, запекал, то есть добавлял туда сок апельсиновый. Поперчили ее хорошенечко, посолили. Добавили бальзамического крема, добавили туда оливкового масла. То есть, ну и все, и как картошечку вот так вот мы заворачиваем ее. Все, наша печеная свекла готова. Вот такая вот у меня получилась печеная свекла. Для свекольного пюре здесь у меня 560 грамм свеклы. Я это делаю все в блендер. На такое количество мы добавляем 20 грамм бальзамического крема. Добавляем с вами 20 грамм оливкового масла. 20 грамм сливки. 25. Сливок много не бывает. Обязательно посолили мы с вами. Поперчили. Чесночок. Немножко бальзамического уксуса. Здесь я обязательно добавлю сахар. Оливковое масло. И цвет получится вот у него прям такой красивый. Чедрая душа. Пускай будет все. Немножко сливок для того, чтобы сыр у нас получился. Кремовая масса однородная. Ну и более он получится нежный. Красивый лосось. Тонко не режу, потому что большому кусочку рот радуется. Берем блинчик. Немножко сыра. Наш лосось. Аккуратненько мы его вот таким вот образом завернули. Берем наш лучок. Вот такая вот у нас получается с вами штучка. Давайте, помогайте. Вот. Очень замечательно. Побольше вот таких проектов. И наши сахаринские рецепты. Вот все это мы рассматриваем, изучаем. Очень интересно прям. Молодцы. Спасибо. Я думаю, что это реально повторить дома. Это очень здорово. Что можно что-то, ну, чем-то угостить своих домашних гостей. Покажу, как готовится крабовый биск. Краб, то есть вот они. Клешни. Мы мясо убрали, да. Здесь, то есть, ну, полет фантазии. Все, что у вас есть, лишнее на вашей кухне, что, ну, выкидывать нельзя. То есть это вот они, корешки, я туда закинул. То есть это все дело обжариваю. Там у меня немножко растительного, немножко сливочного масла. Чеснок я туда. Сельдереи у меня. Вот они, наши панцири. У креветок головы, чешуя, которая у креветок, все тоже туда. Все идет у нас в расход. Мы ничего не выбрасываем, мы со всего готовим. То, что вот сейчас я вам и хотел показать, то есть это вот у меня получился грабовый гляз. То есть здесь биск, здесь гляз. То есть вот этого чуть-чуть я добавляю в соус, и у меня получается такой насыщенный, концентрированный вкус крабового соуса. У меня это все дело обжарилось. Я туда добавляю водичку. Все, и оставляю это готовиться. Потом мы его в блендере пробиваем и через мелкое-мелкое сито процеживаем. То есть у нас получится такая густая паста. То есть и вот в эту густую пасту можно добавить сливки, и у вас получается крабовый биск. Соус биск. Соус биск. Соус биск. Соус биск. Соус биск. Трюфельный крем. 200 грамм сливочного сыра я беру. Также я беру 20 грамм сливок, чтобы сделать консистенцию соуса более сливочную. Все, у нас вот такая вот сливочная получилась консистенция. И я добавляю 10 грамм трюфельной пасты. 50 грамм сливочного масла. 60 грамм растительного масла. 100 грамм муки. Литр молока. Сразу все, не добавляем. Ну, чтобы у нас не появилось комочков. 300 грамм сливок. 10 грамм соли. Все, больше ничего не надо. Все, мы отправляем нашу навашку в разогретую до 220 градусов. Я поставил температуру. Не знаю, насколько выдерживает эта печка, но я чуть-чуть добавлю. И мы начинаем сервировать нашу тарелочку. Пюре получилось шикарно. Ну, и по вкусу получилось. Вот так вот мы сделали трюфельный крем. У нас сейчас прям, ну, цвета с вами заиграют. Туда у нас пошел шпинат. У нас прошло 7 минут, как мы поставили нашу рыбку в печку, поэтому мы ее достаем и пробуем. Красота. Красота у нас вот такая. Вот что я и хотел. Эффект соуса терияки еще, да, это о том, что он дает некий такой сверху, как на углях, ну, подпеченную. Давайте вот прям побольше. Такое вот сделаем. Супер. Наш соус. Такая вот у нас получилась с вами интересная сахалинская, наверное, история. Чувствуется соус, да, который у молочных. Здорово прям. Необычно, надо дома попробовать прям в этом роде. Обязательно. Очень интересное сочетание именно наваги со свекольным соусом. Вот. И вот консистенция наваги не такая, как мы привыкли, да, то есть жареная, не развариваться. Она четкая, классная, все на месте стоит. В общем, очень вкусно. Плюс зеленые бобовые, это, видимо, вкус гороха. Очень классно все дополняет. Нам очень вкусно. Не отличается даже от ресторанной подачи, ресторанного вкуса. Очень вкусно. Интересно еще сочетание бешамеля, да, и вот этого крабового риса, потому что нам показал шеф, как его готовить. Мы просто очень хочется повторить дома. И сыр сливочный с грибным, да, трюбельным соусом. Я знаю только одно блюдо, на сковородке пожарить. То, конечно, отличается. Большая, склонная, простая кухня, более обильная. То есть нам много еды. Ну, как бы, этого, конечно, недостаточно. То есть мы, в принципе, могли бы съесть, ну, все. Все, где съесть, да, было бы нормально. Но это вкусно, но хочется больше. Как вам от проекта впечатление? Вообще здорово. Вообще здорово, хорошая тема. Интересно. Может быть, попробуйте, да, другие блюда. Для вас готовил Валерий Ковалев, президент Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов. Спасибо, спасибо. Готовили мы на уютной кухне наших друзей Хорика Сахалин. Подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграме, подавайте заявку и становитесь участниками нашего телекафе, гостями со своими оригинальными рецептами. Ура. Спасибо. Крутануть ее, поймать за один и помешать. Вот, поймали и сразу мешаем. Вот так вот художественный фильм, фильмы и снимаются. Готовы? Да, готов. Пробуем? Запускаем? Давай, давай, давай. А чего? Работа уже. Аккуратно. Человек убежит. Нет, я хочу здесь еще дожарить, я чипсу не дожарил. Вот она, смотрите. Да, да, конечно. Смотрите, видите, как она сразу раскрывается. Валера всех накормит. А, Валера всех накормит.